Девушки отдыхают Первом матче победила и счет стал 1-0, но после Hellraiser смогли сравнять. И Афониджи, который фармил как не в себя, смог поставить на место белорусских сорванцов. Ну что, теперь решающий матч, который решит судьбу того, кто пойдет дальше и, соответственно, того, кто вылетает из данного турнира. Это Лузед Брекет и, естественно, игра чересчур важна, чтобы относиться к ней несерьезно. В бан от Power Rangers уже ушли Акс и Шадоу Финт. И также со стороны команды Hellraiser соответили банам Виспа и банам Бэтрайдера. Тролль Варлорд появляется у нас в пике от Power Rangers и ждем, кого Дредд выберет для своей команды. В общем-то, драка, последняя игра была не самая яркая, конечно. По дракам минимум был экшена. Пару таких серьезных масс-файтов, которые стоило смотреть. Остальное было более-менее разбросанным по карте. Это я говорю о файтах между игроками обеих команд соответственно. Ну, то вверху подрались, то внизу, то где-то в лесу встретились. Короче говоря, 2-3 драки на весь матч массовые. Но, тем не менее, Hellraiser смогли фармом задавить и смогли через кор героев вывести свою команду к победе. Афонин же нереально много нафармил. Артес был загнан в начале матча. Это было очевидно. Санейка на Спиритбрейкере не дал ему шансов хоть какой-то фарм вынести. В ранней, да и в мид игре Артес шел у нас 0-5. Ну, после того, как Афонин же удачно подрался несколько раз, да и Артес смог где-то что-то насобирать. Получилось так, что и Артес вывез свои артефакты. И там уже в соло начал рассказывать команде Power Rangers. Снайпер уходит у нас в пик Hellraiser. Тролль-варлорд уже имеется от Power Rangers. Сдем еще один пик. Снайпер, как я понимаю, будет отправлен у нас в нид. Это, скорее всего, в миде. Снайпер будет от Афонин же. Хотя, может быть, и на легкую куда-то фармить можно снайпером. Это тоже вещь обычная. Даззл в пик от Hellraiser заходит. Даззл частый гость у нас в пик-кабанах. Ждем, чем ответит Power Rangers. 25 секунд обычного времени и минута 50 дополнительного. Пока что относительно быстро пикаются персонажи. Ancient Operation. От Power Rangers тролль и Ancient Operation. Скорее всего, аппарат для... Для Санейка будет. Был выбран. Тролль на нем, я думаю, будет отыгрывать у нас Дитя Ра. В принципе, понятно, фармящий тролль будет. И ждем баны. Осталось еще по три бана у команды и по три пика, соответственно. Так, время банов для команды Hellraiser. Power Rangers пока что никого они еще не забанили, а Power Rangers уже успели отправить в баню Шторм Спирита. Улетает у нас Шторм и ждем от кого избавиться Дредд в пике. Минута 15 остается у Дредда на то, чтобы разобраться с следующим баном. Напомню, еще и будет поверх всего этого два бана и три пика. Честно говоря, долговато пикает Hellraiser. Но, с другой стороны, здесь игра в данном турнире на вес золота. Любая ошибка, любой просчет может стоить попытки побороться за... Главное, нет такой уж и маленький приз. В принципе, в тикете и в значке турнира видно базовый денежный... Собственно, базовый денежный приз, за который сражаются команды. Ну и, разумеется, это еще прибыль от билетов. Тикеты нынче в Дота ТВ не дешевые. Понятное дело, что и команды призовых получат больше, чем анонсировано в старте. Турнир Major All-Stars. Еще раз напоминаю для всех. Power Rangers Hellraiser. Счет на данный момент 1-1. И у нас третий матч в серии Best of 3. Решается судьба команды, которая пройдет дальше. И команды, которая вылетит. Power Rangers, белорусский клуб. И Hellraiser, клуб из России. Void у нас уходит в баню от Hellraiser. И следующий пик от них. Bristol Back, соответственно, ушел в баню у нас от команды Power Rangers. 25 секунд основного, 50 дополнительного ждем. Клокверк уходит в пик команды Hellraiser. Клок уже был в первой игре от Hellraiser. Немного у него получилось. Ну, кстати, Клок у нас сегодня решает нереально круто. Вот со стороны Hellraiser в этот раз. Хотя нет, подождите, подождите. У Клока все получилось. Первый Клок был за команду Power Rangers. И на нем очень неплохо отыграла эта команда. Следующий Клок был у Hellraiser. В последнем матче тоже нереально круто был сыгран Клок. Клок, в принципе, через батарея с аут разбирает любого персонажа. Это не новость ни для какого фаната доты. Ни для какого игрока, который в пабе где-то стыкался с этим вредным героем. Поэтому у Клока есть смысл пикать. И последние матчи он появляется практически нон-стоп. Так же, собственно, как Axe. Axe тоже очень часто в пике мы видим. Если не в пике, то в бане. Если не в бане, то в пике. Так, чтобы миновали каким-то образом этого героя, я уже не помню, когда последний раз такую встречу смотрел. Ну, Рубик еще уходит в пик команды Power Rangers. На данный момент Тролль, Варлорд, Эншент, Опарэшн и Рубик от ПРФ. И Снайпер, Дазл, Клок от Hellraiser. Ну, Рубик еще... Бруд Мазер от Power Rangers и Вич Доктор от Hellraiser. Вот это пики. Бруда в пике от ПРФ. Есть ли чем контрить эту бруду? Готовы ли Hellraiser контрить эту бруду? Мы сейчас увидим. Бруда будет либо загнанной, либо невероятной головной болью для команды Hellraiser. Персонаж, который вносит, если не дисбаланс, то, как минимум, сумятицу в любой матч. Это неудивительно. И неплохо было бы здесь заполучить в пик того же... Того же, того же Войда в команде Hellraiser. Но его они забанили. Поэтому придется сражаться против бруды какими-то иными способами. Посмотрим, что это будет. В баню у нас улетает Пак. Не хотят на мид ставить Пака. Не хотят, точнее, стоять против Пака на миде Hellraiser. И взяли ли они снайпера для мид лейна? Или это будет снайпер от Артеса? Тоже вопрос. А Фониджи может на снайпере. Артес может на снайпере. Все, в принципе, могут... Ну, оба эти парня могут отыграть на снайпере. Но будет ли реализация снайпа лайнового или мидового, мы увидим через некоторое время. Последний бан от Power Rangers. В принципе, можно банить, я думаю, либо керри, либо мид. Но лучше всего банить какого-то рейнджового героя. Который мог бы стать и туда, и туда. Ну, Сларк уходит у нас в баню. Бан Сларка от команды Power Rangers. И ждем. Ждем, что за 30 секунд решит Hellraiser. Будет ли это снайпер на миде, или это будет снайпер на легкой. Пока что других вариантов нет. Даззал и Вичдоктор в одной команде. Вот это уже интересно. Клок у нас отправляется на сложную. Даззал и Вичдоктор, попробуй на этом лайне что-то расскажи. Тому фармиле, которого сейчас подбирает Артесу Дредд. Дредд подобрал Артесу Слардара. Слардар в пике, и пик очень крутой. Клок, Даззал, Вичдоктор, Снайпер, Слардар. Все отличные. Все дамажащие. В принципе, все. Все и по выживаемости нормально себя чувствуют. По скиллам тоже есть чем цеплять. Чем замедлять. Чем убивать. Короче говоря, все в принципе имеется. Подхилл также имеется. У команды Power Rangers тоже, в общем-то, отличный пик. Но этот пик больше заточен на драку. В плане подхилла на данный момент никого нет. Бруда. Пройдет, скорее всего, ворчит. Это понятно. Рубик, если соберет Мекку, то хорошо. Или аппарат хотя бы. Ну, так, по большому счету, нечем хилиться команде. Power Rangers пока что. И цеплять тоже не так много вариантов, как у тех же Hellraiser. Да, есть Ancient Operation, но это Cold Fit. Это сомнительный стан он под вопросом. Рубики с телекинезом тоже не так долго, как того хотелось бы. Ember Spirit. Финальным пиком отходит команде Power Rangers. Скандал на миде будет стоять на Ember Spirit. Афонид же против него будет стоять на Снайпере. По персонажам игроки разобрали уже своих героев. Давайте быстро это озвучим. И перейдем непосредственно к матчу. Напомню, это решающий матч в серии Best of 3. Чеширский кот у нас отыгрывает на Broodmother. Джейфо у нас играет на Ancient Operation. Скандал на Ember Spirit. Санейка играет на Рубики. И раньше всех побежал Дитяра на свою линию. Точнее на руну. Играет на Тролль Варлорде. Со стороны команды Hellraiser. Клок у нас на нем играет 3 единицы. Вич Докторе играет у нас Гадем. На Слардаре играет Тартес. Это фармящий Слардар. На нижнем лане Даззл у нас отыгрывает... Даззл отыгрывает. На Даззле у нас отыгрывает Дредд. И Афонид же играет на Снайпере. Снайпер у нас отправляется в мид. И Эмберу не должно быть легко стоять против Афонид же. Это не тот Эмбер, который вынесет раны артефакты. Если только это будут неудачные файты. Здесь мне лично, как комментатору, зевать, я думаю, не придется. Драки, скорее всего, будут нон-стоп. И это либо будет затяжная и нудная игра, как могло бы быть. Либо это будет крутой файтинговый матч, где драки нон-стоп, одна за одной происходят. А судя по пику героев, вряд ли здесь взяли Слардара выфармливать кучу артефактов. Или вряд ли здесь взяли команда Хеллрейзер с того же Клокверка, чтобы фармить кучу артефактов. Или Даззла, или Вич-Доктора. Я думаю, драки будут постоянно. Если драки не будут от команды ПР, потому что есть те, кому надо фармить. Это Тролль, которого без фарма слабоват. Это Эмбер Спирит, который без фарма вообще никчемен. То Хеллрейзер в принципе самостоятельно смогут команде Пауэррэнджерс навязать эту драку. Пошла первая Шрапнель у нас от Афонинджи. Афонинджи очень круто пробивает скандал. У скандала 230 монет имеется. И до банки еще не так уж и... Короче говоря, дофига до банки. Скандал может не дожить до этой банки. Всего лишь два танга. Уже пол ХП нет у скандала. Он вынужден будет через некоторое время отправляться просто на базу. Несет себе курицей. Танга у нас скандал. Но тут одними танга не отъестся. Так, у нас поджигает Афонинджи... Скандал, точнее, поджигает Афонинджи. Ну, Афонинджи кое-как попытался раскатить. И будет попытка забрать у нас скандала. Скорее всего... Нет, не догоняет Афонинджи у нас скандала. Будет попытка забрать Курьера. Нет, до Курьера тоже не достает. Ну что, в опасной близости был и Курьер, и Эмбер Спирит у нас в опасной близости был от смерти. Тем не менее, все живы. Не все, правда, здоровы. Бруда здесь, в принципе, поняла, что стоит под Вардом. Будет ли Девардинг от Чеширского кота? Да. Дред и Гадем. Два гоблина здесь стоят и просто наваливают коту по спине. В это время фармит у нас Артес. У него роль фармить. И он этим занимается. И занимается на данный момент лучше всех на карте. 9 на 4 счет у него. Детяра пока что идет 8 на 5. Ну, Детяра тоже никто не мешает. Против него стоит Клокверк. Клокверк пока что к нему не подходит. Здесь Дабла из саппортов. Готовится, я так понимаю, выход на... Мид, как вы видели, нарисовали уже свой план игроки команды Пауэррэнджер. Санейка под смоком. Здесь, в принципе, можно поднимать Афониджи и разбивать ему лицо. Увидели у нас Санейка. Это проблема. Оказался весьма фейловым у нас Ганг. И Клок решил через батарея Саут и через Пауэркокс не разбивать лицо у нас. Санейка отправил его по добру, по здорову на свой лайм. Ну что, Детяра на данный момент на первом месте делит. Он его с Артесом. Артес внизу у Чеширского кота. Что по фарму? По фарму у него 1-0. По фарму у него вообще ничего. Первого левела у него здесь спинвэп здесь. И есть также пассивка тоже первого левела. Пока что даже не качал паучков у нас Брудмазер. Ну тут роль хоть какую-то экспу собрать. Гадем заходит уже под Тауэр. Ему вообще плевать между Т1 и Т2. Чешир попытается, я думаю, ему навалить. Но это ненадолго. Потому что можно развернуться и разбить Гадему. Оторвать по одной все 8 лапок. Не Гадему, точнее Чеширскому коту. Гадем стоит за Тауэром. Тауэр, скорее всего, будет снесен. Но если позволяют бить, почему не бить? Артес отходит отсюда. Гадем тоже, в принципе, отсюда отходит. И кое-какой экспириенс достается Бруде у нас. Дитя Ра по-прежнему на топе. По-прежнему стоит фармить самостоятельно. Никто ему не мешает. Куда у нас прилетает Джей Фо? Джей Фо прилетает на нижний лайн. Будет попытка кого-то забрать. Или Джей Фо просто приходит сюда пофармить. Джей Фо у нас прячется в кусты. На случай, если будет ганг на Чеширского кота. Чешир, по-моему, байтит на себя. Потому что просто подходит и получает дамагу так. А Фониджи в соло здесь разбирает Эмбер Спирита. Просто дал Шрапнель. Просто подошел. Просто выстрелил несколько раз в Эмбер Спирит. А Эмбер Спирит отправляется в таверну. На лоу ХП у нас Чеширский код. На Колдфилд старались приморозить Артеса. Чешир по-прежнему жив. В Каске у нас полетели от Гаддема. И никто не умер. В принципе, все битые игроки команды Hellraiser. А команда ПР практически полностью жива. Джей Фо отходит на пол ХП. Санейка на пол ХП. Ну и Бруда хорошо просела. Но здесь под спин В понимаем, что нормальный такой реген у Чеширского кота можно стоять. Т1 по нижнему лайну по-прежнему стоит. В общем-то, такой дисбаланс этой паутиной вносит Чеширский код. Что толком непонятно, где у нас что вообще расположено. У Чеширского кота, кстати, 4-2. Счет хоть как-то, не преимущество, а положение свое поправляет по Крипстату. Счет более-менее выравнивается. Да, это, конечно, не Ортес и не Дитя Ра. Хотя Ортес, скорее, уже не Дитя Ра. Потому что Дитя Ра пошел в отрыв и по фарму опережает всех на карте. 36 на 15 у него. Так, Санейка с Дитя Ра и с Джей Фо попытаются разобрать у нас Клока. Я думаю, у них это получится. Пошли у нас топоры в Клокверка. И Тролль договаривает его с руки уже. Тысяча по голде у Троля. Это после фейсбутцов. 1-0-0 у Троля и 38 на 15 Крипстат. Дитя Ра пока что чувствует себя гораздо увереннее, чем Ортес. Но Ортесу надо фармить в паутине. Ортесу всегда надо ориентироваться на Чеширского кота, который может прийти, а может не прийти. Может здесь быть, а может его здесь и не быть. И наваливая Чеширский кота неплохо, может харасить без проблем Ортеса. Поэтому понятно, что дело не в руках. А дело в том, что у Ортеса не самая приятная линия. Так, у нас заход за... За-за-за-за Тауэр был от Клока. Я думаю, Клок пожалел уже о своем решении. Крипы за ним гонятся. Команда Пэйр отходит. Но отходит только потому, что удачно поставили Коги. Так, тем временем Афонинджи у нас убивает аппарата на реке. И на лоу хп возвращается на базу. А Дредд под Граевом постарается сделать ТП-аут. У него это получится. Пошла погоня за скандалом. У скандала Ремнанта не должно быть. Как я понимаю, нет Ремнанта. Ну и Афонинджи не решил согнаться за скандалом. Давайте посмотрим, что по графикам. По графикам все ровно. И по голде и по экспе. В принципе, это не считается. Это экспа 750 на седьмой минуте. Не так уж и много. По артефактам. У кого что есть? У Эмбер Спирита. Что-то должно быть в курице, как я понимаю. У Эмбер Спирита в курице. У Эмбер Спирита в курице ничего. У скандала только бутылка и... Ммм... Бутс оф спид. У Ancient Operation тоже Бутс оф спид. Пока что ничего. У Рубика та же история. А вот у Дитя Рам... Фейсбуцы, Аквила и Стаут Шилд. Ну, также у Брудмазер кое-что постепенно появляется. Есть уже Соул Ринг. Имеется Ринков Базилиус. И есть... Пурмен Шилд. Ну, короче говоря, нормально себя Чеширский Кот чувствует. В топ-5 он находится. И... Это, в принципе, неплохо. Опередил он Клока. Клока мы увидели в самый последний момент его жизни. Еще 17 секунд его не будет. Но его прошлая жизнь закончилась здесь. Погибает Клок в этом бою. Дает 380 по золоту команде Power Rangers. И пока что... Пока что одиночные фраги... В общем-то, делаю счет равным. Одну секундочку. Что-то случилось с Дотой. У меня интернет пропал. Продолжение следует...